Добрый день! С вами снова я, Алексей Калашников. Это значит, что сейчас вас ждет новая порция новостей из жизни Северокавказского Федерального Университета. Какие темы обсуждали в СКФУ ректоры ведущих вузов страны? И чем запомнился форум русского языка и литературы его гостям и участникам? Ответы узнаем прямо сейчас из нашей ленты новостей. На прошлой неделе СКФУ стал площадкой для мероприятий всероссийского масштаба. На протяжении нескольких дней в разных уголках страны пристально следили за дискуссиями, развернувшимися в крупнейшем вузе региона. В СКФУ состоялось выездное заседание Совета Российского Союза Ректоров. Члены этой общательной организации, насчитывающей более 700 участников, впервые собрались на Северном Кавказе. В центре внимания совершенствование преподавания русского языка и литературы в школе и вузе. Нет страны, нет России, если не будет языка могучего, объединяющего нашу многоциональную страну. Это доказано историей, доказано всеми поколениями. Основные проблемы, существующие в области подготовки учителей-словесников для школы вузов страны, сформулировала ректор СКФУ Алина Левицкая. Так, в своем выступлении она указала на необходимость готовить специалистов с двойной квалификацией. Алина Афакоевна указала также на трудности, связанные со спецификой некоторых регионов страны, их политкультурностью и многонациональностью, и поделилась накопленным вузом положительным опытом. Так, обучение культуре русской речи в СКФУ ведется на всех направлениях подготовки, а высокий уровень владения русским языком является обязательной компетенцией для всех выпускников вуза. Учебный процесс выстроен таким образом, что с первого курса бакалавриата по первый курс магистратуры включительно, эта компетенция неперывно развивается, наращивается, совершенствуется. И в этой связи мы могли бы рекомендовать, чтобы во всех вузах нашей страны в перечне обязательных компетенций на выходе выпускники имели такую компетенцию, как сформирование. Далее участники Совета ректоров продолжили работать на форуме русского языка и литературы. Он собрал свыше 400 участников из разных уголков страны, ректоров и преподавателей вузов, учителей городских и сельских школ, представителей профильных министерств и ведомств. На пленарном заседании перед ними выступили министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полпредпрезидента России ВСКФО Сергей Меликов, замминистра образования и науки Александр Климов, а также руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов и другие почетные гости. Все они отметили стратегическую роль сохранения русского языка для страны, а также стоящие задачи по повышению языковой культуры населения. Необходимо стремиться к тому, чтобы у детей формировалось понимание необходимости знаний русского языка и литературы, как необходимого условия будущего жизненного успеха, как источник самоуважения, уважения окружающих, как развитие интеллекта, необходимого для освоения всех наук и всех отраслей знаний. Это и многие другие идеи, озвученные докладчиками, нашли живую поддержку собравшихся. С большим интересом познакомились с предложениями, сформулированными педагогическим сообществом региона и страны, присутствовавшие на форуме главы республик СКФО. В рамках форума прошли также заседания секции. Одна из них была посвящена совершенствованию подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе, а также обеспечению объективности экзамена. Такая проверка знаний дает возможность проанализировать результаты по каждой школе и региону и оказать адресную помощь, отмечали выступающие. Мы совместно с субъектами Российской Федерации и Министерством образования и науки разработали программы повышения качества русского языка для каждого региона с учетом всех особенностей того или иного субъекта Российской Федерации. И мы планируем в ближайшее время задействовать нашу систему видеонаблюдения, когда можно проводить онлайн-курсы для учителей русского языка специалистами из Москвы, профессорами, методистами. Не менее интересной и продуктивной получилась дискуссия и в рамках второй секции форума. Здесь обсуждалась тема совершенствования преподавания русского языка и литературы в школе и вузе. Своим опытом здесь делились специалисты ведущих вузов страны, в том числе Северокавказского федерального округа, а также представители городских и сельских школ региона. Многие участники заседания указывали на актуальность тематики и подобных мероприятий. Действительно, это давно тема назрела. И самое главное, самое приятное и отрадное, то, что все сегодня поняли, что от простой декларации любви к русскому языку, уважения, гордости за русский язык, нужно переходить к позиции ответственного отношения перед русским языком. И вот эта ответственность, она, безусловно, на всех уровнях должна быть сегодня обеспечена. В рамках форума прошли и другие интересные мероприятия, например, выставка лучших образцов учебной литературы по русскому языку. Помимо учебников, здесь были представлены наглядные пособия, новейшие мультимедийные комплексы и словари. Многие издания можно назвать уникальными. По итогам работы форума были сформулированы предложения, нацеленные на повышение языковой культуры в стране. Все они будут направлены на рассмотрение в Совет Президента по русскому языку, отметила ректор СКФУ Алина Левицкая, активный член этого совета. И в эти же насыщенные событиями дни в СКФУ состоялось первое заседание Попечительского совета. Его формат уникален, так как больше ни в одном Попечительском совете федеральных университетов не представлены все главы территории округа. На встрече обсуждалась возможность использовать опыт федерального университета в развитии вузов на сей территории Северного Кавказа. Ректор СКФУ Алина Левицкая рассказала членам совета о работе университета по подготовке молодых специалистов для экономики округа и выразила готовность ректората выделить квоту на бюджетные места для студентов из республик, которые будут обучаться по специальностям, наиболее востребованным на данных территориях. А еще предложила университетам округа присоединиться к большому проекту, который уже реализует СКФУ – обучение специалистов европейского уровня для туристического кластера Северного Кавказа. ВУЗ уже отправил свой десант на стажировку в лучшую школу гостеприимства Европы. Следующий шаг – распространение нового опыта на территории округа. На этом все новости на сегодня. Увидимся на следующей неделе.